Здравствуйте, меня зовут Лара Шум, и я бы хотела сейчас поработать с вами, если вы не против, в плане поиска, возможно, активации того состояния, которого, возможно, вам не хватает сейчас в вашей жизни. Поэтому просто подумайте сейчас о том, какому состоянию через некоторое время ты бы хотел прийти, какого состояния вам, кажется, не хватает сейчас, именно в этот период вашей жизни. Это может быть какое-то чувство, это может быть какое-то состояние, которое вы уже когда-то переживали. Я буду говорить ты, обращаясь именно к тебе. Сядь, пожалуйста, так, чтобы тебе было максимально удобно и комфортно. А сейчас просто закрой глаза, не надо погружаться в состояние глубокого гипноза транса, Просто прикрой свои глаза и подумай пару минут о какой-то своей проблеме, о каком-то затруднении, может, о чем-то, что бы тебе хотелось преодолеть. И, возможно, для этого нужно какое-то состояние, какой-то ресурс. Найди этот ресурс сейчас, просто подумай о нем. Какое состояние или качество могло бы тебе помочь преодолеть те затруднения, И сейчас, когда ты думаешь об этом состоянии, об этом своем качестве, Об этой своей способности, не важно, насколько она проявлялась или насколько она развита, но она есть, она есть. Не важно, что это, предприимчивость, интерес, общительность, расслабленность, способность сделать то или это, Состояние разрешения себе, что-то еще, что-то свое. Вспомни тот момент, когда ты использовал, использовала эту способность или это состояние было активным. Прямо сейчас, просто позволь себе обратиться в прошлое, назад, не важно, как давно это было, Год назад, полгода, а может быть, 10 или даже 20 лет назад. Это не имеет значения, просто подумай о какой-то конкретной ситуации, где ты переживал, переживала это состояние, И эта способность твоя была активна и уже, возможно, помогла или помогала тебе когда-то в твоей жизни. Очень хорошо. И когда ты вспомнил, вспомнила, открывая глаза, и по твоему открытию глаз, ты поймешь, что готов, готова двигаться дальше. Очень хорошо. Сейчас сними очки, чтобы они тебе не мешали. Отложи их в сторону, сядь максимально удобно, комфортно. Через некоторое время я погружу тебя в более глубокое гипнотическое состояние. И когда ты почувствуешь себя телесно достаточно комфортно, приятно, спокойно, расслабленно, я попрошу тебя вспомнить или даже вернее перенестись туда, в то место. И дальше мы поработаем так, чтобы эту способность ты мог, могла использовать в будущем. Сейчас или чуть позже. Неважно. А сейчас выбери точку, на которой ты можешь зафиксировать свой взгляд. Зафиксируй свой взгляд на одной точке. Помести туда все свое внимание. Все свое внимание. Все свое внимание. Очень хорошо. Сейчас я буду считать от 1 до 5. И когда я скажу 5, твои глаза закроются, веки опустятся вниз, и ты погрузишься в приятное, расслабленное состояние, похожее на сон, но не являющееся им. Один. Ты внимательно смотришь на одну точку, в одну точку пространства. Ты сосредоточен на этой точке пространства. Два. Все свое внимание сосредоточено на этой точке. Не только свой взгляд, но и свои мысли, но и свои мысли. Три. Чем более пристально ты смотришь, тем больше эта точка выделяется из окружающего пространства. А окружающий фон может немножко расплываться, и ты можешь даже почувствовать некое напряжение в мышцах век. Твои веки моргают. Моргают. Все чаще и чаще. Очень хорошо. Четыре. Сделай глубокий приятный вдох. И пять. Веки опускаются вниз. Глаза закрылись и плотно сомкнулись. Так лучше, так удобнее. Пошло полное расслабление. Полное расслабление. Очень хорошо. Ты все время будешь хорошо слышать мой голос, понимать каждое сказанное мною слово. Мои слова будут инициировать, порождать образы, определенные переживания, эмоции, ощущения, мысли. Сейчас почувствуй свои веки и сделай свои веки полностью расслабленными. Создай в них это расслабление. Пускай они расслабляются до такой степени, что просто не будут работать, потому что станут полностью расслабленными. И не потому, что я так говорю, а потому, что ты можешь почувствовать это приятное расслабление век. Очень хорошо. Когда они стали так хорошо расслаблены, проверь их. Убедись, что они не открываются. Не открываются. Ты пробуешь. Они остаются закрытыми. Очень хорошо. Ощущение расслабления, которому ты позволил, позволило возникнуть в веках, перенеси на макушку головы и позволь макушке стать такой же расслабленной, как и твои веки. Ощущение расслабления с макушки головы направляясь сейчас внутрь и вниз, 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 как мягкую, тёплую, расслабляющую волну. Позволь этой волне расслабления докатиться до кончиков пальцев рук и ног. Расслабляй твое тело в десять раз глубже, в десять раз глубже, чем когда твои глаза были открыты. Очень хорошо. Сейчас ощути, почувствуй расслабление каждой клеточкой своего тела. Любые ощущения в теле нормальны и естественны. Тяжесть, лёгкость, ощущения распирания, любые ощущения в теле нормальны и естественны. Просто обрати на них своё внимание. Почувствуй свои руки. Левую руку от плеча до кончиков пальцев позволь ей стать тяжёлой и расслабленной, как железнодорожная рельса, тяжёлая и расслабленная, как рельса, как плеть. И правая рука от плеча до кончиков пальцев, расслабленная, как плеть, тяжёлая, как рельса. И сейчас представь, что я нахожусь рядом с тобой, и я аккуратно беру твою левую руку за запястье, приподнимаю невысоко, на несколько сантиметров, ощущая, что твоя рука под действием силы твоего воображения стала очень тяжёлая и расслабленная. Я отпускаю её, она падает вниз, как пакет, набитый песком, расслабляешься глубже. Каждый раз в этом погружении, когда я буду говорить это слово «глубже», это означает, что ты можешь погружаться ещё глубже, зная, что чем глубже погружаешься, тем приятнее ощущение в теле. Уходит любое напряжение, любая усталость от занятий, тело расслабляется ещё глубже, ощущения приятные. Каждое слово «глубже» действует, как падение руки, погружаешься ещё глубже. Очень хорошо. Ты хорошо слышишь мой голос. Это состояние уже естественное и привычное для тебя. Ты можешь позволить себе находиться в нём достаточно долго, для того, чтобы совершить определённую, важную, полезную терапевтическую работу. Очень хорошо. А сейчас вновь обрати внимание на веки. Они закрыты, они закрылись и плотно сомкнулись. Представь, что ресницы склеились. Сейчас они склеились как будто бы невидимым суперклеем, который будет держать веки сомкнутыми до конца этого сеанса. Когда я скажу «десять» и не раньше, веки распахнутся, глаза откроются в конце этого сеанса. А сейчас они будут оставаться закрытыми. Проверь их. Убедись, что они не открываются. Не открываются. Перестань проверять и расслабься ещё глубже. Ощущение расслабления перенеси на макушку головы и позволь макушке стать такой же расслабленной, как и твои веки. И через несколько секунд во время моих слов ты направляешь это ощущение расслабления внутрь вниз, 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 как тёплую, приятную, расслабляющую волну на одном из спокойных выдохов. вниз, 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 глубже, 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 удваивая всё накопленное тобой ранее расслабление, всё накопленное тобой ранее расслабление удвоилось, Все тело как будто завернуто в тончайшее покрывало расслабления, которое дает возможность расслабиться каждой мышце, каждой клетке, каждому нерву в твоем теле. Полное расслабление, полное расслабление. Очень хорошо. И при этом ты прекрасно слышишь мой голос, понимаешь все, что я тебе говорю. Ты легко можешь выполнять в своем воображении все инструкции. А сейчас почувствуй эту точку внимания внутри своего тела, точка между бровями, точка между бровями. Если в какой-то момент твои мысли могут уносить тебя куда-то или появляться какие-то случайные побочные образы переживания, просто возвращай внимание в эту точку между бровями. И ты снова получишь возможность ясно слышать мой голос, осознавать каждое мое слово, позволяя испытывать в себе определенные чувства, переживания, эмоции, ощущения. И в третий и последний раз, обрати внимание на веки, они полностью расслаблены и не работают. Ресницы склеились, склеились, склеены. Представь, что за твоими закрытыми веками глазами есть другие внутренние глаза, их тоже можно закрыть. И когда ты закрываешь эти внутренние глаза, ты можешь обнаружить, что внутри стало еще темнее, теплее и спокойнее. А мысли, которые будут появляться, это как пузырьки в стакане с газировкой, которую только налили в стакан. Сначала их много, а потом их все меньше, 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 а потом уже никаких пузырьков, мыслей нет. Очень хорошо. Перенеси все свое внимание на макушку головы и представь там в три раза больше расслабления, чем раньше. И сейчас сам, сама, на одном из спокойных, приятных выдохов, направь это расслабление внутрь и вниз, внутрь, глубже, внутрь, внутрь, вниз, вниз, вниз. Удваивая, утраивая, все накопленное тобой ранее расслабление. Очень хорошо, прекрасно, ты все делаешь правильно. А сейчас я попрошу тебя вспомнить ту ситуацию, о которой мы говорили до того, как ты погрузилась в это состояние гипноза. Ситуация, в которой проявилось твое качество или состояние, неважно, как давно это было, это было. Это качество или состояние помогало тебе решить твои проблемы, твои задачи, которые были у тебя в тот период твоей жизни. И сейчас я буду медленно считать от трех до одного. И когда я скажу один, ты полностью переместишься в этот период. А может быть уже переместилась, переместился, или перемещаешься сейчас вместе с моим счетом. Три, назад в прошлое, два, в ту ситуацию, когда ты ощущал, ощущала комфорт с этим чувством или состоянием, и оно помогло тебе. Один. Ты там, и можешь заметить, что ты как бы и снаружи слышишь звуки моего голоса, ощущаешь поверхность, на которой удобно расположилось твое тело, и оно продолжает автоматически расслабляться с каждым приятным и спокойным выдохом. И вместе с тем там, внутри, где есть какие-то воспоминания, переживания, погружайся в этой ситуации все глубже и глубже, представляя, что есть там. Что окружает тебя, я не знаю, какое там было время года, время суток, где это происходило, при каких обстоятельствах. Ты можешь быть там и видеть все, что окружает тебя, слышать звуки, которые есть там, может быть, даже чувствовать запахи и ощущать положение и состояние своего тела. И находясь там, и тогда, найди то чувство или состояние, как оно отражается внутри твоего тела. Где-то в твоем теле есть центр, который отвечает за переживание этого чувства или состояние. Может быть, в груди, в голове, в руках, в ногах, в животе, где-то внутри твоего тела есть это чувство. Найди это чувство внутри своего тела и представь, что это ощущение, может быть, могло бы иметь какую-то форму. Что это за форма может быть? И может быть, это чувство, ощущение, может иметь определенный цвет, какого цвета, то состояние или чувство, которое так важно для тебя, на что это похоже? Как ты ощущаешь это внутри себя или снаружи? Возможно, необходимое чувство или состояние располагается снаружи тела, внутри или на границе? Направь свое внимание на локализацию этого ощущения, на обнаружение этого ощущения в теле. Очень хорошо. А сейчас входи в это чувство, как человек входит в комнату. И когда ты внутри этого чувства, чувство очень большое, а ты становишься маленьким, маленькой. И это чувство, которое есть там и тогда, превращается в тоннель. Тоннель того цвета, который соответствует этому чувству. И этот тоннель ведет назад. В прошлое, в более ранние ситуации, связанные с этим чувством. Такие ситуации, где ты уже переживал, переживала такое чувство раньше. Сейчас я буду просто считать от 10 до 1. Позволь быть всем реакциям, которые будут проявляться дальше, по мере путешествия в прошлое. Если захочется плакать, плачь, захочется улыбаться, улыбайся, захочется выражать свое чувство телом, выражай тело. Позволь происходить всему тому, что может происходить. Ты перемещаешься по тоннелю, который окрашен цветом этого чувства. Этот тоннель идет из той части тела, которую ты нашел, нашла в прошлое. Девять. И здесь могут проходить секунды, минуты, а внутри могут проходить недели, месяцы или годы. Восемь. Назад в прошлое. Руки становятся меньше. Ноги становятся меньше. Семь. Еще дальше. Еще раньше. Шесть. В более раннюю ситуацию, связанную с этим чувством. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Выходи из тоннеля. И ты оказываешься в ситуации, которая более ранняя. И там есть это чувство. И ты можешь ощутить, почувствовать, представить. Где это? Ты стоишь, сидишь, лежишь. Темно или светло. Если кто-то рядом, или ты один, одна. В той ситуации, когда это чувство или состояние есть в тебе и проявляется. И может быть, ты оказался, оказалась в самом первом моменте, когда у тебя появилось это чувство, это переживание. И сейчас задай себе уточняющий вопрос. Я говорю его вслух, а он звучит внутри тебя, и ответы на эти вопросы могут приходить в виде мыслей, образов, телесных ощущений. И спроси себя, это чувство в этой ситуации, там и тогда, новое или уже знакомо. Ты уже испытывал, испытывала это чувство раньше? Или оно появилось здесь, первый раз, в этой ситуации? Если оно появилось в первый раз, то это будет приятное чувство, ощущение или состояние, сопровождающееся неким удивлением. Вау, что это такое? Что это за удивительно прекрасное чувство? Ощущение или состояние? Если есть вот такое чувство, удивление, интереса, восхищение, тогда оставайся здесь, потому что ты уже нашел первый момент, когда появилось, возникло впервые это интересное чувство или состояние. И ты можешь просто углубляться в это состояние, можешь находиться в нем, как ребенок находится в чреве матери и живет и растет там, не зная ни забот, ни проблем, и среда дает все, что нужно. А если есть ощущение, что это чувство ты уже переживал, переживала, раньше, тогда отправляйся вслед за звуками моего голоса. Мы вновь входим в тоннель, который ведет назад, в прошлое. Восемь, семь, двигаешься назад, шесть, через все эти ситуации к самому раннему, пять. И ты можешь даже удивиться тому, насколько маленьким, маленькой ты будешь. Четыре. Ты выйдешь в той ситуации, когда она впервые появилась. Три. Ты научился, научилась там чувствовать, переживать это удивительное чувство или состояние. Два. Один. Выходи из тоннеля. И ты оказываешься в более ранней ситуации, в которой ты ощущаешь, переживаешь это чувство. Очень хорошо. И сейчас мысленно. Если тебе нужно погрузиться еще глубже, погрузись еще глубже, чтобы дойти до самой первой ситуации, которая связана для тебя с этим чувством. Память оживляется. Вспоминаешь вещи, которые, казалось бы, уже давным-давно забылись. И могут появиться какие-то образы, звуки, запахи, какие-то другие очень важные переживания. Я замолчу на одну минуту. За эту минуту ты можешь быть здесь или, если нужно, опуститься еще глубже и найти ядро, первооснову этого чувства, связанную с определенной ситуацией или периодом жизни. Итак, одна минута, и ты можешь погрузиться еще глубже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прекрасно. Прекрасно. Твоя минута завершается, и сейчас ты там. Одновременно здесь, где ты можешь слышать звуки этого голоса, которые дают тебе полезные для тебя инструкции. И снова ты там. И там, где ты впервые переживаешь это очень важное ощущение, чувство, состояние. И сейчас погружаешься в это переживание глубже и глубже. Что позволяет тебе там чувствовать это чувство? Кто позволяет тебе там чувствовать это чувство? Это может быть довольно значимое переживание. И оно может быть смешано с какими-то другими чувствами, среди которых могут быть не самые приятные чувства. Я хочу, чтобы ты погрузился, погрузилась в эти образы, в эти ощущения того, кто или что помогает тебе там познакомиться с этим ощущением, которое является таким важным и значимым для тебя. И по мере того, как ты погружаешься глубже и глубже, осознаешь себя там маленьким, маленькой, ты понимаешь, что в то же время присутствует другая часть, твоя взрослая часть, в которой ты большой, большая, взрослый, взрослая. Я бы хотела, чтобы сейчас взрослая часть пошла туда, к маленькой части, для того, чтобы помочь маленькой части изменить ситуацию эту так, это воспоминание, чтобы оказалось больше этого хорошего чувства, а меньше других, не очень приятных чувств, что бы ты хотел, хотела, чтобы там произошло. Кто мог бы помочь тебе чувствовать там себя еще лучше? И это чувство внутри твоего тела сейчас будет становиться больше. Это как цветок, который растет в 5 раз больше, в 7 раз больше. У этого чувства есть центр, и оно начинает вибрировать, расширяться и распространяться на все твое тело. В 10 раз больше, в 20 раз больше, чувство проникает в каждую клетку твоего тела, усиливается, наполняет каждую частичку тела. В 30 раз больше, чувство распространяется по всему телу, заполняет твою голову, руки, ноги. В 50 раз больше, ты ощущаешь себя в этом чувстве, а это чувство в тебе. Это состояние растет, почувствуй это. Очень хорошо. И сейчас я хотела бы, чтобы ты с этим чувством, с этим состоянием, с этими возможностями, которые есть у тебя, и сейчас они ограничены только твоим воображением. Все, что ты способен, способна представить себе в этом переживании, в этой технике, все имеет шанс реализоваться в твоей жизни. Я бы хотела, чтобы сейчас ты взял, взяла это чувство, которое усиливалось, и с которым ты ощущаешь связь, контакт, и перенесся, перенеслась вперед в будущее. Проходит определенное время, у тебя приподнятое настроение, у тебя уже очень многое получается, состояние хорошее, ты начинаешь использовать те навыки, которые у тебя есть, нарабатывать новые, и какие-то ограничения, которые были раньше, спадают, прекращают свое действие, и ты можешь представить себя через месяц после нашей с тобой работы. После нашего взаимодействия проходит 2 месяца, 3 месяца, ты периодически можешь обращаться к нему, когда-то оно проявляется больше, а когда-то меньше, 4 месяца. Теперь у тебя есть плотный, хороший контакт с этим чувством или состоянием. Пять, шесть, прошло полгода, полгода после нашего взаимодействия, и твоя жизнь неким образом изменилась, как ты чувствуешь себя. Ты можешь представить, почувствовать, ощутить, что изменилось, и взять что-то, что тебе нравится во внутренний фокус своего внимания. Ты можешь оглянуться назад на пройденный тобою путь и переместиться еще на 6 месяцев вперед. Прошел год? Вообрази, почувствуй, представь все, что приходит на ум. Любые образы, ощущения или даже мысли, полезные для тебя. Ты получил, получила важный опыт внутреннего переживания, определенных состояний, ощущений. Сейчас возвращайся в этот день, ощущая себя у себя дома на своем кресле, диване, стуле. Через некоторое время, когда я скажу десять, твои глаза откроются, широко распахнутся, и вся эта работа, которую мы с тобой проделали, ты проделал, проделала, в своем воображении уйдет глубже, глубже на уровень. Подсознательный, скрытый от внимания и контроля сознания, для того, чтобы помогать оттуда тебе в твоей повседневной деятельности так, как тебе это будет максимально комфортно, удобно, полезно и необходимо. Я буду считать от одного до десяти. Когда скажу десять, глаза откроются, и ты почувствуешь себя хорошо, расслабился, расслабилась, хорошо отдохнул, отдохнула, голова ясная, новые интересные мысли, в теле приятные ощущения. Один. Позволь телу сделать более глубокий вдох, и когда тело как бы само сделает этот более глубокий вдох, усили его. Почувствуй его. Это сигнал о том, что можно возвращаться. Два. Пошевели кончиками пальцев рук, кончиками пальцев ног. Три. Потянись. Четыре. Подвигай головой, шеей, плечами. Пять. Ты хорошо отдохнул, отдохнула. Ты позволяешь всему произойти, тому, о чём ты думал, думала. Только позитивные вещи реализуются. Шесть. Голова лёгкая, ясная. Любые дискомфортные ощущения пройдут, даже если они могли возникнуть. Они пройдут, когда твои глаза откроются. Семь. Семь. Восемь. Несколько более энергичных движений. Тонус вернулся в тело. Девять и десять. Глаза открываются. Полностью вернулся, полностью вернулась. И чувствуешь себя комфортно, спокойно. Может быть, замечаешь, что что-то неуловимое изменилось. Есть, может быть, какие-то интересные ощущения. А может быть, какие-то появляются мысли. Они могут сразу приходить. Или чуть попозже. Может быть, ночью во сне ты заметишь, что твои сны сегодня немножко отличаются от обычных снов. А может быть, утром завтра проснёшься и поймёшь, что что-то поменялось. Что-то важное для тебя уже происходит сейчас. Я не знаю, как это будет. Когда. С этим лучше разберётся твоё собственное сознание и подсознание. С вами была Лара Шум. Донат можно перевести удобным способом под этим видео. Сбербанк, онлайн, Яндекс, кошелёк, Тинькофф, банк. Успехов, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok